Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Я же много запасов делаю разных. Так, это еда. Да! Ну еще бы. Прям молодец. 30-30 килограмм. Так, подшивать пока ничего не будем. Он у нас начинает потихоньку спать хотеть. Так, и сейчас нам надо зарисовать церковь, чтобы понимать, где мы. Ну я примерно понимаю. Так, давайте выйдем. Выйдем сейчас, зарисуем, потом сбегаем опять вначале в эту будку, которую мы нашли. Выложим там шкуру в ящик положим с кишками. Высушенные. Будем все туда таскать, перетаскивать все шкуры. Потом пойдем... Потом пойдем на мост обратно за мясом. Наберем еще мясо. И... Мне, кстати, теория со шкурой медведя не сработала. Но, может быть, она работает, если ты не таскаешь мясо с собой. Может быть. Вот. По-моему, была такая картинка. Мне кажется, что-то стирается. Такое ощущение, что что-то стирается. Так. Пойдемте. Примерно запоминаем дорогу, чтобы потом не путаться. Как слышим рычание, сразу зажигаем. Я думаю, где-то в 50% это должно все-таки как-то спасать. Где-то 50 на 50. Успел, успел. Нет, так нет. У меня вот повязок нету. Вот это вот большая проблема. Так, где-то сейчас здесь будет разделение дороги. Кстати, вон там теперь ворона летает. Наверное, там наш волк теперь. Наверняка. А где? Где будка? Мне, наверное, надо как-то понимать, как мне от церкви до нее идти. Чтоб я потом не блуждал. Уманываю. Все отлично. Это над этим. Да, вот оно. Хорошо. Примерно я запомнил. Сюда еще по-хорошему бревна натаскать потом, прежде чем все делать. Примерно таскать, чтобы рядом с бронзбойлером можно было все использовать. А чего, давайте, а давайте прямо сюда. 5 килограмм. Ой, отмена, отмена. Так, грибочек заберем. Вот. Вот мы отнесли. Теперь идем дальше. У нас еще в аптечку можно положить, что-то будет. Какие-то странные звуки у меня. Как будто с улицы собака какая-то. Что-то почему-то прогружаться стало долго. Может, из-за того, что у меня рендер идет сейчас, может, из-за этого. Но вот здесь прямо долго прогружается. И вот здесь, видите, притормаживается. Так не должно быть. Но я, наверное, из-за рендера, скорее всего. А что такое? А, это бревна. Я думал, шкуру весь. Я думаю, нормально, повезло. Оказывается, нет. Так. Это что такое? Туалет. У них нельзя войти, да? Так, и вот эти нельзя разобрать. А это что? О, кедровая ветвь. Все, отлично, живем. Отлично, здесь кедровая ветвь есть. Так. Да, интересно будет выходить. Я надеюсь, никого не напрягает, что я делаю небольшие серии. Ну, как бы записываю все разом, а потом разбиваю серии на кусочки. Я думаю, так всем удобнее, мне так удобнее. У меня получается большое видео быстро рендериться. Блин, вот интересно, что там, там, там же, по-любому, волк наш валяется. Почему птицы там так летают? Прямо где-то здесь. Ну да, вот он. Вот он. Я не знаю, сразу его или как, или потом. Три часа. Не, потом. Потом я сейчас не буду. Потом. Потом все соберем. Будем знать, где он лежит. Так, теперь нам... Куда? Вон там у нас домик. Значит, на вот здесь, да? По прямой вдоль моста. Там я еще видел кролика, он прыгает. Да. Пугает. Пугает, ушастый. Так. Да, интересно, получается. Темнеет. Тап. Там, да, посмотреть. Темнеет, да. Надо как-то побыстрее это все сделать, дойти до церкви. Так. Еще повезло с погодой. Погода прям, смотрите, хорошая. Все-таки непонятно, что звук означает. Разная музыка. Поначалу казалось, что опасность какую-то вызывает. Но здесь же никого нету. Не видно, по крайней мере. Здесь вроде нет никакой опасности. Конечно, было бы неплохо найти пистолет. Не револьвер, его еще не ввели в игру. А именно пистолет, который с этими, все время забываю. Револьвер, почему-то на языке бенгаринские огни, не бенгаринские огни, а с сигнальными ракетами. Такая вот пистолетик такой для сигнальных ракет. Я даже не знаю, как его назвать. Надо будет, кстати, потом в Википедии посмотреть. Потому что... Я, честно говоря, никогда не задумывался, как мой... Ракетный пистолет. Называться с сигнальными ракетами, я не знаю, как это знать. Правда, не знаю. Там еще у нас труп какой-то. Кремлевом птиц там летают. Так, что нам надо сделать? Нам нужно залезть в машину, забрать три мешка, разделать их. И эти три мешка уже дотащить до церкви. Это наша основная сейчас цель. Мне хоть и хочется там пройтись, посмотреть все, но... Нет. Даже четыре придется. Дайте еще эту возьму. А что, я сдвинуться не могу? Нормально вообще, я сдвинуться не могу. Хорошо, давайте так и сделаем. Еле-еле. Я думаю, даже в крайнем случае, здесь можно будет поспать в машине. Это вот где в еде это находится. Собрать. Собираем ножом. Так, хорошо. Дальше собрать. Не то немножко. Еще час, да? Ну да, да. Сейчас будет темно, ночь. Наш герой спать захочет. Так. Собрать. Все, что угодно бы съел. У нас питье есть, еда есть. В принципе, мы можем, да, спокойно переночуем на этом машине. А потом сутричка не будем рисковать. Пойдем спокойно себе. Так, вот он и пить хочет. Давай, попей. Попей, попей. Так, вот попили мы. Вот попили. Так. Сейчас еще и поедим. Так, ну пока мы двигаемся хорошо, передвигаемся. Значит, мы как раз сейчас еще вот это тоже разделаем и все. Только давайте вначале что-нибудь съедим. Вот у нас, например. Вот. Это он скажет, что совсем грустно ему. Так. Теперь у нас будет много мяса. Так, отлично. Теперь что делаем? Ну сырое мясо мы есть не будем, естественно. Едим вот это. Едим батончик. Так, это мы пока оставим. Давайте поспим. Поспим, поспим. Сколько мы поспать можем? Часов восемь, давайте поспим. Часов восемь, поспим, отдохнем. Так. Собаки лают. Ай-яй-яй-яй-яй. Вода, 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 вода. Где вода? Пить. Так. Отлично, вот и утро, да? Да, вот и утро. Можно даже, наверное, еще совсем чуть-чуть поспать. Сейчас мы еще чуть-чуть поспим. Часа два поспим. Буря началась, да? Ветер слышу. О, нет, смотрите. Так, все, теперь мы кушаем. Крекеры. Крекеры пока есть не будем. Знаете, вот эту банку съедим. Вот и хватит с нас. Все. Все, теперь уходим. Там никаких движений. Ну вот, спокойно уходим, идем в церковь. Не без приключений получилась серия, но достаточно интересно все равно. То, что могло быть все и хуже. А там нам надо будет еще зашиваться потом. Еще было бы неплохо тогда многие вещи перетащить из дома Милтона тоже в церковь. Я вначале думал, что идеальное место это именно дом Милтона. Не, ну он хороший, там и комфортно, и все есть. Но здесь получается ближе к... К станку, на котором мы можем потом в будущем делать вещи. В доме Милтона там хорошо, что много мест, куда можно что-то положить, убрать. Там, в отличие от костра, там плита целая на 6 комфорт. Мы можем быстро-быстро все готовить. И это, естественно, очень-очень большой плюс. Мы сюда еще вернемся, да изучим эту часть локации. Потому что мы еще вниз не спускались. И смотрели, что там. И я все-таки надеюсь, что появится какой-нибудь проход. Кроме как по альпинистским тросам ходить. Во-первых, я не очень хочу все-таки идти на сложную территорию через пещеру. Но, похоже, нам придется все-таки это сделать. Наверное, нам все-таки придется. Но мы, наверное, перед этим как раз сделаем себе пару вещей. Так, это желудок. Хорошо. Сделаем пару вещей. Там из волков, из оленей каких-нибудь шкур. Остальное высушенное оставим. Там наверняка нужно будет чинить не просто какой-нибудь шкуры, а именно вот если волчья какая-нибудь вещь, то из волчьей шкуры. Если оленя, то из оленей. Это было бы логично. Потому что чинить просто обычной шкуры, это было бы странно. Поэтому я столько всего и набираю. Вот. И я не помню, я смотрел туда прохождение одного человека, но не помню. Он чинил эти вещи, не чинил. По-моему, чинил, но вот чем чинил, я не помню. Вот. Да. Как видите, у меня нос все равно заложен, но я уже не шмыгал. Так сильно у меня не течет носик. Вот. Так, давайте еще моху возьмем. Вот-вот, кстати, здесь вот олени. Там же есть олени и еще кто-то. Они же там отличаются. По-моему, ось и вроде бы. Ось и олень. Так вот моху соберем. Отлично. А то у нас повязок нету. Я так понимаю, это из повязок. Еще ветка. Еловая ветвь хорош. Тоже хорош. Может сразу ее взять. А сколько она будет у нас делаться? 45 минут нет. Слишком долго. Слишком долго за это время на нас может напасть кто-нибудь. Но мы будем знать, что она здесь есть. Как минимум, по записи мы посмотрим, увидим, что она там есть. И опять-таки, не так далеко от того места, где у нас бронз-бойлер находится. То, чтобы уже от двух мест мы сможем перетащить себе бревна, чтобы как-то там, я не знаю, отогреваться. Ту же элементарную воду делать себе. Вот, я вижу слева ветки, прям много веток. Да, хорошее место. В плане стратегического такого вот, если мышление в плане выживаемости, здесь место вот... Вот Милтон, прям идеальное, идеальное место. Вы можете примерно посмотреть. Там, ага, туда стоит, туда, ага, не стоит. Туда мы пойдем, туда мы не пойдем. Очень много живности, таких как кроликов, оленей, лосей. Несмотря на то, что волки нападают от них, можно все-таки как-то отгородиться. Что у нас там, вороны перестали летать? Нет, все еще летают. Значит, он все еще там есть. Хорошо. Ну, заберем уже в следующий раз. В следующем походе мы как раз его заберем. Я даже не знаю, мы сейчас придем в церковь, приготовим себе мясо. Наверное, вернемся в дом Милтон. В Милтоне, который находится. Потому что он недалеко находится, он ближе всех отсюда. И там у меня шкуры валяются. Причем немало шкур. Высока вероятность, что уже высохли, и можно их использовать будет. Причем тут же, по-моему, как-то сокращать можно в этот дом. Да? Не, нет. Ну, так. Если вот отсюда, и сейчас мы, грубо говоря, где-то вот здесь, то можно было бы сократить. Но мы вот здесь, нам по прямой. Но с другой стороны, мы можем вот до сюда, как-то по-другому вот так вот идти. Поэтому, наверное, даже шкуры, наверное, мы не через церковь, а пойдем в Милтон, и потом из Милтона сразу напрямую вот сюда. Вот через эту часть попробуем. Главное потом по ходу игры сориентироваться, где мы именно будем находиться. Dark Souls, я не знаю. Наверное, не буду я на запись проходить. Вот. Потому что... Ну, не знаю. С одной стороны, мне хочется, потому что как же на канале без Dark Souls? Особенно я бы... Но сам по себе я точно хочу пройти первую часть вот этого HD Remaster. Потом я хочу до 64-битной версии себе доделать вторую часть, потому что я проходил ее всего лишь два раза, и каждая... Как же он называется-то? Каждый DLC я проходил по одному разу. Это было, наверное, года три или четыре назад, и я... Вот если я помню Dark Souls первый, помню Dark Souls третий, то второй Dark Souls я вообще его практически не помню, как и чего там. Но первый я вообще очень хорошо помню, потому что снова-таки я его проходил несколько раз. А вот третью часть. Третью часть я прошел один раз, но, по-моему, я там не сиделся, еще прошел. Тогда одновременно вышел Black Desert. Ну, для меня я как бы приобрел, начал играть, мне появился хороший ноутбук, и я в первую очередь начал играть вначале в Dark Souls третий. А потом прошло какое-то время, выходит как раз обновленный Black Desert уже с новыми серверами, и я начинаю, полностью переключаюсь туда, ухожу полностью туда, и закидываю Dark Souls третий. Хотя надо бы его до пройти. Я, наверное, вначале до пройду самостоятельно. Соберу-то... Ну, не все ачивки, но сколько смогу. Так, все это можно убирать. Как он убирает, кстати? Я все время забываю. По-моему, аж, да, аж. Так. Итак. У нас есть много мяса. Много мяса. У нас здесь есть бровна. Причем, замечу, очень много бровен. Так. Вода нам пока нужна. Да, давайте в первую очередь наверное воду сделаем. Зачем я взял? Он, наверное, наверняка есть. Нежно, наверняка есть. Еще бутылка. Ну, банка, да. Еще не одна, а целых три. Так. Древесный уголь. Шесть штук. Хорошо. Разжечь огонь. Спички. Березовая кора. Труд. Газета. Две штуки целых. Шестьдесят. Шестьдесят, да. Так, бревна. Горючее. Целых четыре штуки. Слупы у нас сейчас шансов нет, потому что мы находимся в здании, у нас лучей нету, света. Извините. Разводим, разводим. Сейчас у нас разведется сразу на много часов, потому что мы бревно целая поляна тут обросили. На пятьдесят шесть минут, да? Хорошо. Так, добавить, добавить. Три часа, да? Еще добавить. Так, добавить. Журнал ни в коем случае не добавляем. Так, вода. Готовить. Готовить воду. Вода. Готовить воду. Так, хорошо. Сколько он там будет растапливаться-то? Так, девятнадцать минут. Подождать. Так, забрать. Забрать костер. Три часа. Так, еще раз. Вода. Готовить. Вода. Готовить. Подождем. Подождем. Забрать. Забрать. Так, теперь забираем банки. Два часа тридцать одна минута. Мясо. Готовить. Ох, долго мы будем мясо готовить. Так. Выбрать. На готовности час двадцать два, да? Выбрать. Час двадцать одна. Так, давайте посмотрим доски. Доски, доски, доски. Во-первых. Во-вторых, выбросим банки. А ты смотри, у нас досок-то не так много здесь. Хорошо. Так, давайте бросить, бросить. Бросить. Так. У нас есть... Что-то с древесным углом. У нас есть уголь. Так. В доске у нас получается только вот, который на полу валяется, что ли? И то, только вот эта доска. А этот? А этот нельзя, да? Вот еще доска. Хорошо. Полка. Она есть чего? Тоже у нас из этих. Вот тогда контейнер у меня пропадет. Нет, не пойдет. Так. Вот эта штука не ломается. Это не ломается, не ломается стул. Полчаса. Час. Давайте час. У нас время еще есть. Сейчас мест как раз приготовится. Мы его заберем. Так. Сколько там? Пять минут до готовности подождать. Заберем. Заберем. Так. Стоп-соп-соп-соп-соп-соп-соп-соп-соп-соп-соп. Еда, 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 еда. Ну, сразу ешь. Вот два куска почти полностью нам восстанавливают. Так, готовить. Так. Выбрать. Сколько? Час 21 тоже. Готовить. Выбрать. Час 22. Так. Костер 55. Древесина. Добавить, добавить, добавить. Два часа 24 минуты, да? Дальше что мы можем разломать? Что мы можем разломать? Подушка. Ну, нам нечего больше разламывать. Вот у нас две доски осталось, и все. Девять минут, да? Топором. Ладно. Девять, так девять. Тоже девять минут. Хорошо. Так. Уголь. Так. Ко струнам подходить нельзя. Близко. Это что-то новое. Я такого не видел. Что у нас? Ожог. Вообще неожиданно. Просто неожиданно. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас посмотрим. А у меня нету. А, нечем, а что не делать? У меня нет повязки. Как повязка делается? Из чего делается? Из чего делается повязка? Повязка. Две штуки. Ткань. Из ткани. То есть повязка так легко делается, а я не делаю, да, себе? Вообще, я молодец. Так, отлично. Это для меня вообще была неожиданность. Так, добавить, 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 добавить. Да, надо же так. Блин, бревен нету никаких. Вот это вот очень плохо. Тут прям отвратительно, я бы сказал. Что тут книжка есть. Давайте книгу сажу. Так, добавить книгу. Сколько она добавит? Совсем, наверное, чуть-чуть добавит. Полчаса добавил, да. Я вот не знаю, если... Блин, столько скамеек, он не может с ними ничего сделать. Если выйти, даже костер не потухнет, по идее. По идее, не должен потухнуть. Час девять минут. Ладно, я надеюсь, он не потухнет. Надо выложить мясо. Выложить мясо. Сюда мы еще можем. Сколько выложить? Не готовое мясо надо выложить. Ой, не так много. Все, больше я сюда не могу выложить, да? Да. По килограмму 0,96. Надо меньше. Так, ну ладно. Хех, хех. Хех.